Как-то раз мой однокурсник пригласил меня погостить в деревне у своей мамы. Приехали мы туда поздно вечером. Мама друга, женщина очень гостеприимная, радовалась безмерно нашему приезду, потому что она уже довольно давно не видела сына. Разместили нас в небольшой комнате на втором этаже. Утром решено было идти на рыбалку. Собрали мы с Настей и пошли на небольшое озеро за деревней. На встречу нам попался мужик, невысокого роста, мрачный и угрюмый. На поводке он вел красивого пса породы Алабай. «Здравствуй, Ефим!» — поприветствовал мужика мой однокурсник. Ефим что-то пробурчал в ответ и прошел мимо. «Откуда в этой деревне такая собака? Даже в городе эта порода редкость. Удивился я. Ты вечером напомни, я тебе расскажу эту удивительную историю. А сейчас нас рыба ждет. После обеда мы возвратились в деревню с отличным уловом. На ужин заботливая матушка моего друга приготовила вкуснейшую уху и запекла пескарей в сметане. Удобно устроившись на ночлег в нашей комнате, я напомнил другу, что за ним рассказ про Ефима и его собаку. «Ну, слушай», — ответил друг. «Ефим этот, как ты заметил, мужик угрюмый и неразговорчивый, но очень добрый. Это только вид у него такой грозный. Всю жизнь Ефим прожил один, не было у него ни жены, ни детей. Он даже собаку не хотел заводить, потому что был довольно скуп. Собаку, говорит, тоже кормить надо. В деревне у него хороший дом с участком, но времени он здесь проводит мало. Все в основном в лесу на своей заимке, подальше от людей. Иногда приходит в деревню, чтобы пополнить запасы сахара, круп и чая. Берет всегда много, чтобы потом реже в деревне появляться. Так вот, было это несколько лет назад. Волчица вернулась к своему логову. Лежа в опустевшей норе, она не знала, что делать. Ей было непонятно, почему человек так жестоко поступил с ними. Ведь они ни разу не переступили границу людских поселений, не трогали домашних животных, охотились только на обитателей леса. Строго следили за тем, чтобы в стадах не было больных и престарелых оленей. Ведь волкам законам природы определено быть санитарами леса. И своих щенят учили не пересекаться с людьми. Тогда за что они их истребили? За какие такие грехи? Перед глазами волчицы промелькнули картины прошедшей счастливой жизни. Из глаз выкатились слезы. Она осталась совсем одна, и она точно знала, что этот чужой человек обязательно придет и за ней. Она единственная смогла спастись от браконьера, вся ее семья погибла. Все тело изнывало от обезвоживания, и она устремилась к речке. Напившись вдоволь, она потянула носом воздух, какой-то непонятный запах второй день не давал ей покоя. И она двинулась искать этот источник. Запах усиливался, значит, уже недалеко, подумала волчица. Она с трудом разглядела под деревом существо. Существо пахло собакой, но было совсем не похоже на собаку. Это был скелет, привязанный к дереву. У существа не было ни ушей, ни хвоста. У людей совсем нет сердца, если они своих верных друзей привязывают в лесу, обрекая их на мучительную и голодную смерть. У волчицы заныло в желудке. Она сама не ела несколько дней. Но она не может сейчас съесть это существо. Это будет не охота, а убийство. Она тихонько подошла поближе. Собака не реагировала на нее. Ее било мелкой дрожью от холода и голода. Сердце волчицы сжалось. Она стала грызть веревку, и через некоторое время ей удалось освободить собаку. Волчице казалось, что собака сразу убежит в лес, но она осталась на месте, еле держась на ногах. Волчица взяла в зубы веревку и потихоньку двинулась в чащу. Собака покорно последовала за ней. «Куда я ее веду?» спрашивала себя волчица. И тут она вспомнила про Ефима. Он жил один на дальней заимке. Ефим никогда не переступал законов природы, был честен и благороден, он не убивал волков. Только он мог сейчас помочь этому несчастному существу. А волчица сама себе поможет пережить боль утраты. Ефим сидел у окна и чистил ружье, когда увидел картину, которая потрясла его и осталась потом в памяти на всю жизнь. На поляну перед его домом из леса вышла волчица, за собой на веревке она вела нечто. Ефим вышел на крыльцо. Волчица выпустила из пасти веревку, села и посмотрела в глаза Ефиму так, что все его мысли перевернулись. Не все люди так могут просить о помощи, как сейчас просили об этом глаза волчицы. Когда волчица своим звериным чутьем поняла, что с собакой все будет в порядке, что Ефим ей обязательно поможет, она спокойно удалилась в лес. Ефим внимательно осмотрел существо. Сквозь слой грязи мужчина разглядел язвы по всему телу собаки, отсутствие шерсти на бедрах и шее. Собака была в ужасном состоянии не только внешне, но и морально. Пес был подавлен и напуган, держал дистанцию, хромая на обе ноги. Ефим начал лечить и выхаживать несчастное животное. Любовь и забота закоренелого холостяка, а также отвары и мази из целебных трав, которые мужчина сам собирал и сушил в лесу, сделали свое дело. Со временем Герман оброс, перестал хромать и преобразился до неузнаваемости. Здоровый, упитанный кобель на высоких лапах, плоснящаяся шерсть и запас мощи. Вот таким он стал через несколько месяцев. Я как-то поинтересовался у Ефима, а почему он назвал пса каким-то человеческим именем? Герман. А чем он хуже человека? Это люди порой хуже зверей, возразил Ефим. Здесь я с ним солидарен, сказал мой друг. Но это еще не конец истории, продолжал мой товарищ. Так и стали жить Ефим с Германом на заимке. Ефим души не чаял в собаке. Не надо, наверное, говорить, что Герман был настолько предан своему спасителю, что это даже невозможно описать. А Ефим даже представить себе не мог, что может настолько полюбить собаку. Ведь он всегда сопротивлялся этому чувству. В один из дней они бродили с Германом по лесу, искали грибы, собирали ягоды. Наслаждались красотой, тишиной и спокойствием. Ушли они уже довольно далеко от своей лесной избушки. Вдруг Герман остановился и замер, вдыхая лесной воздух и прислушиваясь к тишине. Потом он резко рванул в лесную чащу, перепрыгивая через поваленные деревья и небольшие ямы. Ефим еле за ним успевал. Пес умчался вперед. Когда Ефим догнал Германа, они выскочили на небольшую поляну. Пес в прыжке сбил с ног браконьера, который целился во что-то на другом краю поляны. Ружье его выстрелило в воздух и упало рядом с браконьером. Собака повалила мужчину на землю и вцепилась зубами в руку. Охотник взвыл от боли. Ефим подошел к лежащему на земле браконьеру и приставил к затылку ружье. Когда Герман убедился, что браконьер обезврежен, он в несколько прыжков перемахнул через поляну и остановился. И только тогда Ефим увидел, что на другом краю поляны стояла одинокая волчица. Та самая, которая привела к нему несколько месяцев назад умирающего Германа. Скорее всего, это был тот самый охотник, который убил всю семью волчицы и вот наконец-то выследил ее. Пес подбежал к ней и уткнулся своим лбом в морду волчицы. Так они стояли несколько минут. По щекам Ефима в этот момент текли суровые мужские слезы. Постояв так немного, волчица навсегда ушла в лес. Больше ее никто и никогда не видел. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.